Они заполняли ниши государством незаполненные, понимаете? Вот защита бизнеса они брали на себя, потому что тогда психология, общество не было готово. Это считалось как... их сравнили тогда с Непманами, Новоришами. Нет, я хочу понять одну штуку. Вы... вот создавался новый бизнес, да? То есть первые ростки, кооперативы, там, больше, меньше. Кто-то больше, кто-то меньше. И все они практически сидели под крышами. Практически. Не все, но многие, да. Особенно в начале, когда они были беззащитные, когда законодательство не могло их защитить. Было такое, действительно. Что было? Под крышами бандитскими сидели. Почему бизнесмены шли в банку и не говорили, защитите, на нас... Было тогда, говорили так, помню, был разговор между двумя бандитами. Говорят, ну что, где встретим? Ты, говорит, на улице Шаблоке. Ты что, говорит, мы по улице не ездим по этой улице. Вот так было. И боялись Шаблоке, действительно, реально. Да и Мура тоже боялись. Ну, тем не менее, вот, я не знаю... Почему не шли, еще расскажу. А многие не шли, потому что у них у самих не все в порядке было с законом. Налоги-то не все платили. Это уж точно. В черную работали многие. Это как-то вот разговаривали. Я сейчас разговариваю. Сленговое выражение. В черную. То есть работали в наличке. Неконтролируемые деньги. У нас в теневом бизнесе очень много денег ходило. Сейчас, ввиду изменения политики государства, многие стали охотнее платить налоги. Но тогда налогообложение было непонятное совершенно. Полная же неразбериха была с налогообложением. Это тоже влияло. Потому что, извините, когда ты за рубль должен был в то время заплатить рубль 10 за работу, смысл бизнеса терялся. Это все было понятно. Мы на многие вещи закрывали глаза тогда. Потому что, ну как бы, это не наше дело было. Нам было бандитов ловить. Вот мы и ловили бандитов. Ну, а так они по согласию многие. Многих устраивало. Потому что они-то не убивали, не грабили своих подопечных. Они их защищали реально. А способы, какими их защищали, им были безразличны, понимаете. Был правовый нигилизм. Он и сейчас присутствует, я уверен. Но он был тогда. Понимаете, государство одно ушло, а второе еще только остановилось. Это период такой же, как вот после Гражданской войны. Только Гражданская война, слава богу, у нас не допустилась в нашем обществе. А все элементы развала экономики, уже были тогда налицо. Сейчас, разве можно сравнить сегодняшнюю Россию с тогдашних 90-х годов? Благодаря, я не хочу петь песен дифферамбов, ни правительству, никому. В общем, всегда считаю, что надо критиковать всех и вся. Но за то, что сейчас происходит в нашем обществе, надо сказать большое спасибо. За то, что стали, в общем-то, создавать условия для инвестиций, правильно, более-менее приемлемо, еще не совсем. Но это вопрос развития. За то, что у нас сейчас, к сожалению, профицит бюджета, это тоже, наверное, не очень здорово. Но почему-то созданы, значит, у нас создались условия для этого.